не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем счастье это ты добрый день приятно снова быть с вами добро пожаловать на вторую бхандару общество аджняна марка что такое бхандара это слово означает кормить это действительно связано с кормлением бездомных и бедных так что мы будем делать следующее поймите решение что до рождества вы где-то найдете бездомного или вы приведете его к себе домой накормите либо дадите ему 10 долларов и скажите боже благослови тебя вы сделаете это да первого бездомного человека которого вы увидите не выбирайте и не выискивайте все на этой планете каждый человек делает то что он или она делает лишь по одной причине чтобы достичь счастья подумайте об этом все что вы делаете все это для того чтобы стать счастливыми люди женятся и выходят замуж чтобы быть счастливыми затем они разводятся чтобы быть счастливыми затем они снова женятся и выходят замуж чтобы быть счастливыми затем они снова разводятся чтобы быть счастливыми все что вы делаете вы делаете для того чтобы стать счастливым это субъективно в нашем сознании есть различные цели мы считаем что я делаю это потому что я этого хочу но если вы пойдете вглубь себя то увидите что настоящая причина в том что мы счастливыми все что угодно нет никакой разницы лишь бы достичь счастья убийца убивает потому что своим извращенным умом думает что он или она станет счастлив если избавиться от этого человека профессиональная убийца убивает потому что он мечтает о деньгах которые он получит и сможет потратить купив вещи которые сделают его счастливым все что вы делаете вы делаете для того чтобы быть счастливыми правда все нет других причин вы можете думать что если другие причины кроме того чтобы быть счастливыми вы собираетесь погрузиться в духовную жизнь чтобы найти счастье чтобы вы не делали все это для того чтобы быть счастливыми вы можете подумать о тысячи вещей которые вы сделали в своей жизни вы верите что это для другой цели но если вы действительно честны сами собой то делайте все для своего собственного счастья даже то что вы помогаете бедным делает вас счастливыми вы учитесь чтобы стать врачом медсестрой бокатором издельником но на кого бы вы не учились вы делаете это для собственного счастья вы чувствуете что в долгосрочной перспективе это сделает вас счастливым но что делать если вы каким-то образом начали понимать что счастье которое вы ищете во вне это на самом деле вы сами что острые ощущения которые вы получаете во внешнем мире от того что делаете определенные вещи есть не что иное как вы сами все эти годы вы искали счастье полагая что когда вы закончите школу женитесь получите хорошую профессию тогда у вас будет абсолютная радость полная счастье на этого не случилось если вы начинаете понимать если вы начинаете размышлять то оказывается что счастье которое вы ищете всегда было у вас она не только всегда у вас был это вы сами и есть вы есть счастье вы высшее счастье полное блаженство во внешнем мире нет ничего что может сделать вас таким счастливым как вы уже есть вы начинаете задумываться над этими вещами и понимаете что этот мир это мир постоянных изменений ничто никогда не остается тем же самым поэтому как может мир сделать вас счастливым он может сделать вас счастливыми на короткое время какое-то время но как вы уже знаете все должно измениться и все то через что вы прошли в этой жизни чтобы стать счастливыми изменилась она уже не то же самое все изменилось тем не менее вы еще не понимаете что истинное счастье это только вы сами вы даже не допускаете это вы можете сказать себе но я несчастлив я себя неважно чувствую я чувствую депрессию мне не нравится моя работа что-то не так с моей жизнью мне нужно больше денег мне нужно больше любви и вы думаете что если бы вы приобрели эти вещи то это сделало бы вас счастливыми это правда некоторое время вы будете счастливы но когда новинка износится вы вернетесь к старому я прибывающему в депрессии и вы будете продолжать искать счастье в мире пока не наступит время когда вы почувствуете что счастье это вы сами но почему вы не переживаете этого если вы знаете об этом это как лук вы должны снимать слой за слоем слой за слоем чтобы добраться до ядра лука ядро было покрыто слоями оболочки таким же предстает ваше счастье свет которым мы являемся был покрыт невежеством мая великой иллюзии мы реагируем на мир и обстоятельства вместо того чтобы обратиться внутрь и в поисках истины что мы являемся счастьем и чтобы не происходило в этом мире она не будет беспокоить нас поскольку ничто не может помешать нашему счастью мы стараемся изменить обстоятельства мы носимся по всему миру мы ищем то мы ищем это всегда веря всегда думая что где-то есть какое-то счастье которое мы еще не обнаружили если мы обнаружим это счастье то будем вечно свободны тем не менее вы начинаете понимать что в этом мире нет ничего что может сделать вас свободными или сделать вас счастливыми это только временно только на короткое время мир делает вас счастливыми подумайте о том времени когда вы поженились когда вы поженились вы были так счастливы по мере того как шли недели шли годы счастье куда-то улетучилась и даже если вы не признавались в этом все уже стало не так как раньше то же самое с вашей работой вам нравилась ваша работа когда вы впервые получили и вы думали только о самом лучшем это лучшая работа которая когда-либо была у меня я останусь на ней навсегда после шести месяцев после года вам стало скучно все пошло не так как вы думали и вы начинаете искать новую работу новое счастье вы всегда в поиске нового счастья чтобы быть счастливыми вы переезжаете меняйте города меняйте страны заводите новых друзей вы всегда ищите счастье вы наверное уже читали что счастье внутри вас но тем не менее вы забыли об этом вы продолжаете искать вы продолжаете бороться вы сражаться вы ищите счастье всегда обращаясь для этой цели вовне всегда вере и думая что внешний мир каким-то образом принесет вам счастье мы никогда не учимся мы все еще верим что если выиграем лотерею то будем самыми счастливыми людьми на земле хотя было доказано что это не так если вы проследите за жизни людей выигравших лотерею то выяснится что со многими из них случились ужасные вещи некоторые из них стали алкогольками некоторые оставили свои семьи некоторые попали в тюрьму множество странных вещей случилось с этими людьми деньги люди места вещи здоровья болезни бедность недостаток и ограничения не имеют абсолютно ничего общего с вашим счастьем ваша истинная природа и это счастье вы есть то самое счастье которые искали но как я уже говорил она была покрыта слоями слоями и слоями подобно луку и вы должны удалить эти слои невежества или май чтобы узнать кто вы есть как только вы откроете свои истинные я откроете что вы и счастье то никогда не будете снова искать чего-то в этом внешнем мире помните что мы пытаемся сделать мы не пытаемся изменить ситуацию мы не пытаемся изменить плохое на хорошее мы не пытаемся добиться хорошего человеческого существования нет такого понятия все человеческое существование изменяется все изменится вашей жизни когда вы достигаете истинного и счастья когда вы пробуждаетесь к нему и понимаете, что это именно то, чем вы на самом деле являетесь, тогда в этом мире не будет ничего, что могло бы снова напугать вас, расстроить вас, создать вам какие-то проблемы. Не будет ничего, что могло бы что-то сделать с вами. Вы будете совершенно свободны. И вы поймете, что то истинное счастье, то блаженство, которое вы есть, является всепроникающим и вездесущим. Таким образом, вы увидите, что совершенно счастливы вовсе не вы, а истинное Я. И куда бы вы ни посмотрели, вы увидите истинное Я. Ибо истинное Я не ограничено пределами вашего тела. Люди, которые смотрят на мир и видят различные ситуации, видят то, чем являются сами. Но вы смотрите на мир и видите истинное Я. Вы видите счастье, которого достигли. Оно не имеет абсолютно ничего общего с вашим телом, с вашим умом, с миром, со Вселенной, с Богом или с чем-то еще. Вы не отделены от абсолютной радости, блаженства и счастья, которые пронизывают Вселенную. Вы есть то. Но помните ли вы, что должны делать? Вы должны избавиться от слоев невежества. От тех вещей, которые заставляют вас расстраиваться, гневаться, тревожиться, чувствовать, что вы не выполнили чего-то. От того, что огорчает вас. От того, что, как вам кажется, причиняет вам боль. Вы не изменяете обстоятельства. Вы изменяете себя. Вы начинаете видеть и понимать, что все происходит внутри вас. Нет никого, кто может реально помочь вам. В действительности не существует человека, к которому вы можете обратиться, чтобы изменить себя. Во-первых, вы должны прийти к выводу, что этот мир и эта Вселенная никогда не смогут сделать вас счастливыми. Во-вторых, вы должны понять и увидеть, что счастье уже находится внутри вас. Что вы есть то. В-третьих, вам нужно сказать себе, теперь я должен вывести это счастье наружу, чтобы стать воплощением счастья. Так я поднимусь над миром. Мир больше не сможет препятствовать мне, раздражать меня, беспокоить меня или показывать что-то мне. Вы начинаете работать на себя. И это называется садхана. Вы начинаете духовную практику. Вы больше ни с кем не сравниваете себя. Вы больше не бегаете в поисках других учителей. Вы больше не ищите решений своих проблем. Вы учитесь быть спокойными. Когда вы начинаете знать всю Вселенную, тогда осознаете, все, что здесь есть, существует только из-за вас. Вы начинаете понимать, что если бы вас тут не было, то не было бы Вселенной. Вы создали всю эту Вселенную. И, как вы уже знаете, каждый человек и все сущее представляют собой эманацию вашего собственного ума. Все приходит из вашего ума. Поэтому вы начинаете выполнять садхану, вашу духовную практику, для того, чтобы втянуть все это обратно и уничтожить его. В своих поисках вы обнаруживаете, что самоисследование является одной из величайших садхан, одним из величайших учений. Вы начинаете понимать, что Атма Вичары – это самый быстрый способ пробудиться. Пробудиться к тому, что вы есть вечное счастье и блаженство. Прежде чем забросить чтение, вы прочитали несколько книг. Прежде чем прекратить ходить по учителям, вы повидали некоторых из них. И вы понимаете, что в этом мире есть мудрецы, жняни, которые достигли этого. Так что вы знаете, что это не обман. Вы не хотите начинать какую-то духовную практику, которая в действительности ничего не дает вам и не вызывает никаких изменений. Поэтому вы хотите встретить людей, которые стали этим. Которые по-настоящему пережили это абсолютное счастье, эту абсолютную радость. Они больше не обращают внимания на мир, на рынок вакансий или на что-то еще в поисках счастья или безопасности. Эти люди действительно уже имеют это. Поэтому вы хотите быть похожими на них. Вы тоже хотите стать свободными. Вы тоже хотите освободиться. И вы опять обнаруживаете, что самоисследование – это самый быстрый способ попасть туда. Так вы начинаете. Как вы делаете это? Вы забываете о мире. Вы больше не сравниваете себя с кем-то. Вас не волнует, кто что делает. Вы оставляете людей в покое. Но вы начинаете задавать вопросы по поводу мыслей, которые приходят вам в голову. По поводу вашей системы убеждений. Насчет всего, чем вы являетесь. Насчет ваших понятий. Вы спрашиваете обо всем. Потому что начинаете понимать, что вы сформированы из всех этих вещей. Это они сделали вас тем, что вы сегодня себя представляете. И как вы это делаете? Когда у вас есть возможность, вы садитесь в тихом месте, где вас не будут беспокоить. Спустя некоторое время вы сможете делать это во время работы, когда управляете автомобилем. Или в любое время, когда вы делаете что угодно в этом мире. Но сначала, прежде чем начать делать это в сознательном мире, вы должны хорошо научиться. Вы начинаете наблюдать за своими мыслями. Любыми мыслями, которые приходят вам на ум, независимо от того, какие это мысли. Вы вопрошаете, кому приходят эти мысли. Вы пытаетесь пребывать в покое. Вы ничего не ищете. Вы должны просто спокойно и умиротворенно поставить вопрос. Кому приходят эти мысли. И ответ всегда приходит сам по себе. Эти мысли приходят ко мне. Я придумываю все эти мысли. Тогда вы понимаете, что эти мысли принадлежат Я. Поэтому вы спрашиваете, каков источник этого Я. Что является источником Я. Вы не ищите ответа. Вы держите свою ум в покое столько, сколько это возможно. Затем к вам придут еще мысли, и вы проделаете то же самое снова. Кому приходят эти мысли. Эти мысли приходят ко мне. Я придумываю эти мысли. Бывает, что вы подавлены. Что вы чувствуете себя ущемленными. Не важно, что вы чувствуете. Даже если вы переживаете вселенское счастье, все это не имеет никакого значения. Потому что вы понимаете, что рано или поздно мирская удача изменится. И поэтому вы вопрошаете. Кому приходят эти вещи. Кто придумывает эти мысли о мирском счастье, о депрессии, о чем угодно. Откуда приходят эти мысли? Они приходят от меня. Откуда еще могли бы они взяться? Они приходят откуда-то изнутри меня. Я думаю это. Тогда кто я? Это то же самое, что вопрошать «Каков источник этого я?» Вы становитесь спокойным. Приходят еще мысли. Вы повторяете то же самое снова, снова и снова. Когда вы чувствуете, что вам достаточно, то поднимаетесь и идете по своим делам. Вы увидите, что в течение дня вы будете чувствовать себя спокойнее, расслабленнее, непринужденнее, и мир не слишком беспокоит вас. Потом вы будете продолжать эту практику постоянно, днем и ночью, когда просыпаетесь и когда засыпаете. Вы никогда не останавливаетесь. Вы живете просто. Только из-за того, что вы выполняете эту практику, ваша жизнь станет простой. Вы больше не будете иметь отношения ко всему тому, что видите в новостях. Вас не будут смущать катастрофы или бесчеловечность человека к человеку. Не потому, что вас это не заботит, а потому, что вы стали воплощением покоя и счастья. И вы понимаете, что мир – это как бы сновидение. Что он подобен сновидению. Все, что происходит в этом мире – это сновидение. И оно не имеет абсолютно ничего общего с вами. Вы являетесь частью реальности. Вы есть реальность. Все становится подобным изображением на экране, а экран – это вы. Ваше тело будет по-прежнему делать свою работу, для выполнения которой оно сюда пришло. Вы увидите, что делаете все, что должны делать в этом мире. Но при этом вы будете счастливы. По мере практики самоисследования вы будете становиться все счастливее, счастливее, счастливее. Всякий раз, когда что-то, неважно хорошее или плохое, случается с вами, вы начинаете видеть, что на это реагирует я. Личностное я. Поэтому вы будете работать над удалением этого личностного я, вопрошая, кому это приходит, каков его источник. И вы становитесь спокойными. Вы затихаете. Вы можете находиться в самых тяжелых условиях. Вы можете принимать участие в самых разных делах. Ваше тело может проходить через все виды переживаний. Но вы будете счастливы. Вы поймете, что вы – это не тело, проходящее через переживания. Вы – не ум, который придумывает все эти мысли. Вы – полная свобода, чистое осознавание. Вы – абсолютная реальность. Вы – Брахман, сад Читананда. Вы – вселенная. И все хорошо. И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok